Я хотел бы здесь буквально несколько слов сказать по вчерашнему дню. Я вчера был у следственного судей Парижа, давал показания более трех часов. И там собраны огромные файлы доказательств, агенты, люди, которые за мной организовывали слежку, заказчики, получение денежных средств. Там еще есть ветвь, которая еще в полной мере не исследована, это группа лиц, с которыми Казахстан вел переговоры по организации убийства. У меня есть еще ряд показаний тех людей, которые говорили, где должно было состояться похищение или убийство. Мы все эти факты сейчас передаем. Я даю дополнительные показания. И что называется, мы сейчас на перегонки двигаемся. Я убеждаю французское правосудие, что они сотрудничают с режимом, с преступным режимом. Это не государство, это организованная преступная группа режима Назарбаева-Такаева, которая злоупотребляет западным правосудием, фабрикует уголовные дела, придумывает различные обвинения, чтобы затем западное правосудие буксовало и оказывало на меня давление, отнимало мое время. Вот, собственно, суть того, что я сейчас сделал. И, конечно же, там четко видно следы, кто является заказчиком всех этих преступных действий. И сейчас ситуация такова, что речь стоит о моей экстрадиции. Суд еще не назначен, я подал апелляцию. В параллельно идут следственные действия. Конечно же, режим никуда не исчез. Они также продолжают за мной слежку разными путями. Лоббиры, подтягивая местных полицейских. Здесь тоже есть элементы коррупции, но не такие. Эти люди будут, безусловно, выявлены. Я хочу сказать, что я уверен. Уверен, что следственный судья все-таки доведет дело до логического конца. Потому что факты просто нереальные, точные. Даже вчера мне переводчик сказал, что это какой-то невероятный Голливуд. Я говорю много, читал про вас статей во французской прессе, наблюдаю давно. Переводчик, первый раз я его в жизни вижу. Вот такой человек появился. Он говорит, что то, что я сейчас увидел в документах, это просто какой-то нереальный Голливуд. Чтобы вы понимали, что делает режим. Предпринимает гигантские усилия по моему устранению экстрадиции. Поэтому, уважаемые друзья, я ориентируюсь на вашу поддержку. Когда мне говорят, что за вами, наверное, стоит Запад. Я хочу сказать, к сожалению, не стоит. Иначе бы Казахстан давно жил бы, как на Западе. Достойная жизнь. К сожалению, не стоит. Но мы сами добьемся перемен, сами свалим этот режим. Я ориентируюсь только на вашу поддержку. Поэтому, уважаемые друзья, я еще раз обращаюсь к вам за финансовой помощью. Мы должны отбить все эти уголовные обвинения. Параллельно мы должны добиться в этом году и свалить наш режим. Алга, Казахстан.